Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка компании Тикмил и семья Артур Идиатуллин. Два дня подряд фондовый рынок США прибыл в припоинтном настроении на ожидание Ходсипели, которая должна была стать итогом предстоящей встречи Си и Трампа на саммите G20. Соответствующий новостной фонд начал формироваться после сообщения, что главный ястреб в торговых отношениях Белого дома Роберт Вайтайзер не ожидает новых тарифов, а Трамп может и вовсе передумать вводить новые, так как китайские коллеги послали телеграмму с планируемыми уступками. Надежды были развеяны на саммите ОПЕК в Поплановой Гвинеи, где китайский лидер Си и вице-президент США Майк Пенс обменялись колкостями, которые лишь подчеркнули, что ни одна из стран не собирается сдаваться в борьбе за торговые преимущества. Старая формулировка Си о том, что введение тарифов и таким образом нарушение цепочек мировых поставок является недальновидным решением и обречено на провал, вызвала аплодисменты среди присутствующих. Пенс же ответил тем, что США не отступят в торговом споре с Китаем и даже может удвоить тарифы, если Пекин не рассмотрит должным образом вопросы, вставляющие суть спор, то есть закрытость экономики Китая и кража интеллектуальной собственности. Как следствие, Пенс заявил, что четких сроков к разрешению спора нет, обрекая это противостояние на игру на экономическое выживание. Фьючерсы на S&P 500 подешевели в понедельник утром, указывая на слабый старт Wall Street сегодня, так как ожидания рынка на прогресс в переговорах не оправдались. По встрече Трампа и Си в Буэнос-Айресе сейчас также закладываются низкие ожидания, что нужно учитывать, ведь положительный исход встречи может значительно приободрить рынок. Долруи позиции были несколько обескуражены. В пятницу, после того, как несколько чиновников ФРС предупредили о рисках для политики ужесточения, Ричард Кваррида и президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс начали заходить издалека, выражая беспокойство о темпах роста в Европе и Китае, однако избегая упоминания каких-либо тревожных признаков для экономики США, то есть непосредственно для внутреннего спроса. По их мнению, внешнеэкономическая ситуация имеет достаточно серьезную важность в прогнозе роста для США. Доходность по казначейским облигациям США ответила снижением на комментарии чиновников. Доллар пока что безуспешно ищет точку для возобновления роста. На этой неделе завершенный черновик Brexit, то есть по документу по выходу Великобритании из ЕС, будет представлен на рассмотрение коллегам в Брюсселе. Дедлайн по подаче документа 25 ноября, однако, премьер-министр Мэй встретил сильное сопротивление как со стороны коллег по партии, так и со стороны лейбористов, поддержка со стороны населения которых только растет. Мэй предупредил, что выход из ЕС снова может быть отложен. Основная динамика фунта, естественно, будет зависеть сейчас от вердикта европейских дипломатов, но окончательный тренд, он будет определён только на следующей неделе. Выступления чиновников британского ЦБ завтра могут также оказать влияние на фунт, но маловероятно, что они могут сказать что-то определённое сейчас, когда статус Англии в ЕС остаётся под вопросом. Нейтральные формулировки это наиболее сейчас вероятный сценарий по этим комментариям, поэтому следует ожидать, что фунт будет оставаться в зависимости от политических заголовков. На сегодня у нас всё, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в среду.